А теперь наука АУ Давайте хоть, может быть, правда от меня Какая-то позже будет Науки Смотрите Селекционное клонирование На одном примере Вот это, ну пока я не обшел сайтингом Вот это есть тот самый Домик с опилок Он и сейчас тут есть Никуда не делся И полейница так же, только другая Вот это вот Мое первое урожай, мое первое дерево Сувенира Востока Однажды случился страшный Мороз покрепче этого Градусов на 10 И вот что у меня получилось Смотрите Это учеба, ребята Это вас все касается Почему? Здесь кто попало На этом В этот экран сейчас не смотрит Кто попало Не Только те, от кого потом будет польза И науке, и всему И промышленному садоводству И дачному садоводству И любитовскому садоводству И научному Вот это вот Через пару лет случилось Жаль, тут нет у меня этих дат Ну такие фотоаппараты были Вот это случилось Давайте смотреть Можете ли вы сказать Как так случилось Что одни почки 100% мертвы А вторые почки Не просто живы Они еще и цветут И вот когда я Имея несколько таких примеров Мне пришла в голову Сумасшедшая мысль Которую наука не поддержала Хотя они об этом знали Что у них Морозостойкость одинакова Найдите какую-то закономерность Выше, ниже, правее, левее Цветочнее Ростовые Ну поглядите внимательно Вышло сколько? Процентов 5? Внимание! Все это не шутки Это уже после Это уже тогда Когда я все обчикал лишнее Вот где-то еще летчики торчат голые Вот, короче Получилось так Что Вот это дерево Оно было Просто дерево Оно Сколько могло Столько прожило в Сибири Видите? Кстати, его уже нету Когда-то Случился конец ему Но если здесь Вот они ветки Смотрите Видите, видите, видите Вот они ветки Видите? Скажите Если бы я взял Вот с этой веткой Это помогло бы Продвинуть Сибирь Вот с этой Вот с этой Вот ростовая длинная ветка А? Помогло бы? Нет Сперва Это же я называю Селекционное клонирование Для меня Прививка Уже селекционное клонирование Почему? На грани Выживания Надо вот тут написать На грани выживания И так смотрим Все, да? Кстати еще Это моя гордость Мне говорят Что вы Эти Как называется Логотипы Не поставили Там типа Поперек Железов Вот Мол И тогда бы не воровали Воровали бы другие И никто бы не знал Их же полно В этих В интернете А украл мою Человек попадается С поличным Эти воровали Вот Алексей Виноградов Вспомните Сколько таких было? Несколько Так А таких Тоже несколько Одни называли Эксистем В Днём Востока Другие придумали Сами названия Вспоминайте И эту воровали Так вот Теперь С этой Тут такая последовательность Вот с этой Черном берется Выживших веток Те которые Пережили И получилось Вот это вот Федевр И эту фотографию Тоже несколько Украли Подтвердите Это самое Друг Виноградов Так Видели да? Теперь Я вымораживал На балконе Специально Чего добился? Почка Почки Рознь Чем она лучше Чем с виду Пока она спала Чем она отличалась От этой почки От этой От этой От этой От этой Может она выше Но еще выше Может она ниже Но еще ниже Чем я клоню А потом Когда у меня Первое Таких случаев У меня немного было Меньше десятка Почка дала И побег Почка дала И Не просто яблоко Вы же догадались Что это Апорт Каждая почка То есть почка Почка почки Рознь Поиска почки Рознь И вот Сейчас я договорю А вы потом Почему Меня задело То что не суетесь Вы в науку Практик Да Меня давно Называли Отличным практиком Я уже Даже перестал Этого Ну как сказать Даже гордиться этим Я и сам знаю Что у меня неплохо Получается Вот А здесь Меня напечатала Крупнейшая газета В России Так Вот дела я напечатала Вот случилось Такое же Средактором Что-то в голове Вернил Напечатала Читаем Ответ Это важнейший Момент В моей жизни Вот Имея право Соваться или нет Допустим Это все Должна была Делать наука Ведь это все Можно тиражировать Уже Испытав Где-то Есть такое Это самое Там В морозильных камерах Кто-то предлагал Помните И косточки В морозильных камерах И семечки И даже черенки Мол Как следует Проморозит Если какой-то Не выжил И черт им Выбросили Выжил Значит годится Но это Самый идеальный случай То есть Ну как В полевых условиях Назовем Смотрим Читаем Читаем Евгений Иванович Сирославский Кандидат Сельхознаук Много лет Занимался Селекцией Во всероссийском Селекционно-технологическом Институте Садоводства И питомниководства Москва Берелева Ну выж поняли Это где меня Панули С трибуны Садоводства Как известно Очень древняя наука Древняя А ну Ошибка Очень древняя наука И ее исторические Идеологи Просто талантливые Наблюдатели Но часто И гениальные Перераскрыватели Соответствующих Закономерностей Ну то есть Самое обидное Что он прав Но те самые люди Которые На юге Открывали Открывали Перенесли на север И стали Главными Врагами Садоводства Вот это он Или сам не знает За многие века Основополагающие элементы И теории И практики Конечно же Многократно Озвучены Но наверное Кое-что осталось И для современных Будущих поколений Любознательных Вдумчивых Садоводов Автор письма В газету Железов Похоже Из этой категории Наших сограждан Коллег Он и коллегой Назвал Безусловно Похвально И востребление К собственной теории Вот Дальше Это Самое Про свиное рыло Хотелось бы Правда сказать Без намека Что нередко Из-за недостаточной Информированности Одноначальником Новых теорий Легко попасть В неловкое положение Интересно Где я попал Открываю Уже открытое Где оно открыло Опробированное И обоснованное В принципе Ничего дурного нет Очередное подтверждение Реш усиливать Достоверность Где я подтверждал Смущает по крайней мере Два момента В методике доказательств Неуважительное отношение К предшественникам И создание Якобы противника С последующим Развенчанием Грешен Грешен А как иначе-то Ведь чтобы сказать Что ребята Перестаньте калечить деревья Надо же Показать и доказать Что дерево Из калечия Но Ну не видят же Да Морозостойкость Как и другие свойства Конкретно организма Закодированы На геномороз Понимаете Мне вот это зло Берет Я про то Что нельзя ветки Отрезать Вот такие страшные раны Мороз проникает внутрь А мне Подпроденный уровень Помосует Вы хотя бы Перестаньте Дерево калечить Я на коленях стою А со своими морозами Ну перестаньте Дерево-то учить Калечить Это же ваши коллеги Не говорю что лично вы Это вы научили Я уже К примеру У меня еще знаете есть Ой Не знаю Если меня еще будут доставать Вот Те помните там Еще броды и прочее Я возьму У меня папка есть И там Сотни фотографий Сделанных С этого Или с экрана Или Из книг И журналов Там ужас Там вся ненависть К деревьям К деревьям Почвей опять Червям Моровям Косям Ненависть Ядом Все дышит Так Ладно И так получается Морозостойкость Я говорю Прежде всего перестаньте деревья Закалечить А тут прагенный уровень Ладно Он тоже прав Закодированный Но как закодированный Раскодировать то можно Вот почему Он этого не Латинков понимает Мы же матереват Собираемся делать Вот Латинков понимает А он тоже Ну что нам С своими рылами Так и сидеть Не высовываясь У него лучше сад На весь Урал Почему он Молчать должен Действуя на этом уровне Только и может Добиться Заметных изменений То есть на генном уровне Вы понимаете Только это будет Новый организм Вероятно Ваши споры С ретроградами Заметьте Он не меня ретроград Не нашлось Таких Кто бы отринул Ваш четвертый Главный вывод О наличии О наличии На любом плодовом Дереве Почек с повышенной Морозостойкостью Вот они все Одинаковые Смотрите Видите Вот они все Одинаковые Особенно вот это У меня не одна Такая фотография Я просто не могу Это Посвятить этому Весь вебинар Вот они все Одинаковые почки Не верите Еще раз Выше Ниже Закономерность Найдите Вот что интересно Да Из 500 человек Кто вот за неделю Меня посмотрит Ну 600 Вот Несколько Найдется Которые скажут Не согласны Но большинство Мне кажется Тут же скажут Почкой мертвая Или живая Есть разница Почему он не видит Ведь это же самое Эти же доводы Я приводил В той статье Смотрите Самый главный Довод Его Вопрос Чем обусловлена Чем обусловлена Эта иная степень Этого свойства Присущая организму В целом Отобранная вами Уцелевшая После аномальной Зимой почки Могла Выжить Потому Что заложилась И развивалась Более благоприятным Для закалки Время и мести Прошла иную степень Дифференциации Разные условия Лучше защищена Другими тканями И так далее Иными словами Она оказалась Более подготовленной Чтобы проявить Свою генетически Обусловленную Потенциальную Вот понимаете Человек Вот набор слов Он в этом предложении Сам себя Поймал Смотрите То есть Все почки Одинаковые Все Он так считает То есть Сходу Он не думает Что у меня Есть еще Десятки других Фотографий Что я больше Годы прошли Я подготовился Лучше Десять лет Это не шутки Я же не отказался Иными словами Она была подготовлена Чтобы проявить Свою генетически Обусловленную Потенциально Устанавливать Ну что ты Ну ты сейчас Только сказал Нет Тут же говоришь Да Чтобы изменить Этот потенциал Требуется Глубокое воздействие На весь генетический аппарат Что повлечет за собой Глубокое воздействие Ну-ка вспоминаем О чем я А Промораживание Вспоминаем О чем мы говорили выше Вот Излучение Травление ядами Так нет Вот Использование Этих почек Не почек Этих Неполноценных Этих Клеток Место почек Еще раз Чтобы изменить Этот потенциал Требуется Глубокое воздействие То есть Травить можем Тогда Что повлечет За собой Нового организма Возможно ли это Наверное Но было бы Так просто С помощью искусства Промораживания Ученые бы имели Доказательные результаты Ну Лысянка Сами пнули Что же Пнули-то А Вот Или когда я говорю Что На грани Вымерзания А это значит На грани Существования На границе Между жизнью и смертью Тогда Только Просыпаются Вот эти самые Качества Ну почему нет Ну Впрочем Чтобы автор Не стяжал темпа Дальше Дальше уже Это опять Заздравить Но Сейчас еще раз Вернусь Получается Еще раз Все почки Одинаковые Я ничего не надумал Ни это Ничего не выдумал Здесь Он доказывает Что все почки Одинаковые Скажите Что это не так Не хочу Снова Читать Только давайте Где степень Дифференциации Где Это самое Больше защищено Тканями Где выше Где ниже Где справа Где слева Вот Ну не хочет Секи видеть Ну не хочет Ну а зачем Это меня пинать Что я не реализую науку Я Добился Того Что персики Сарграсы мороза Переносит Придет весна Посмотрим Я еще обещал Троценко Но я сейчас не могу Это самое Сегодня утром Масса меня Машина не завелась Вот так каждый день Что-то Мешается Мне надо ехать Фотографировать Прям живьем Вот он градусник Теплицы Вот Там была Это самое Если верить Ну там Кто следит за домом Вот Там было 32 33 Но это Африка Для моих персиков Вот Те которые На свежем воздухе 36 Вот Градусник Тут же Как-то фотографирую Чтобы мне верили Вот И мне бы надо Там жить Собирать доказательства Того Что действительно Морозостойкость Другая Что бы вы ни говорили Если вы правы То у меня Уже сейчас Все персики Все Теплицы Само собой Я заметил Разницу Ровно на 3 градуса 16 форточек Открыто Дверь открыта Полностью Разница между Наружной И внутрь Это там Что на сарае Висит 3 градуса Уже и те Должны сейчас Мертвые быть А что я сижу Что я не бегаю Как один человек Который Просавился А никто не знает Что он покупал Огромные Знаете Импортные Холодильники У них Огромные Коробки Картонные Раз Целиком Вот тебе Все Вот тебе Шелковица Вот тебе Персики Вот тебе Черешни Все есть А кстати Отличный совет Что же я дурак Просто скрывать Нельзя Такие вещи Наоборот Сказать Что я в Сибири Сохранил Сад Потому что Это отличная Идея Вот эти Огромные Коробки Можно Целые Деревья Одевать Вот Что я ругаю Ну Правда За лукавство Итак Посмотрели Ну что Расстаемся Граждане Ярославцы Вот Не захотели Вы А ведь Вы сказали Константинович Давайте вместе Я в ВСКО Я в Бирилево Мы такие чудеса Сотворим Вот Какое там Даже Мыслить не пришло Что я могу Быть прав Вот сейчас Устроить бы это Ну Хотя бы Тех Кто У кого Высшее образование Причем Биологическое Или Это самое Хотя бы Вот среди Выпускников Этих Агроузов Ну не может быть Что Все Слепые Что Продолжение следует Продолжение следует...